Ложимся и думаем. Останемся мы живы или к чертовой матери в Тартаруру полетим. В Акимате города оперативно отреагировали на жалобы жильцов. Была создана комиссия из представителей отделов архитектуры и градостроительства, чрезвычайных ситуаций, государственного архитектурно-строительного контроля и жилищно-коммунального хозяйства. На стенах здания установили так называемые маячки, которые должны были сигнализировать, увеличивается ли трещина в размерах. В результате поквартирного обхода было выявлено две перепланировки без разрешительных документов. Также с 2015 года по настоящее время отделам было выдано 11 разрешительных документов по перепланировке в данном доме. Будет создана специальная комиссия, которая будет выявлять, была ли перепланировка, повлияла ли перепланировка на это, либо это были другие факторы. Однако сами жители говорят, что перепланировки не могли стать причиной появления трещины. Причина может быть в другом – в нарушении норм при строительстве здания. Дом был построен 37 лет назад, но на экспертизу им предложили собрать с каждой квартиры по 5000 тенге. В сумме со 108 квартир выйдет больше половины миллиона. Маячки на уровне пещерного типа. Вот они сюда приходят, первые дни они активно расходятся или не расходятся. Но это и дурако понятно. Сейчас расходиться не будет, зима. Грунт замерз, все будет стоять на месте. Но вот подождите, март месяц, что будет? Во-первых, лопнул фундамент. За экспертизу собрать 5000 квартир. Это пока экспертиза. Проектно-сметную документацию опять за свой счет. И ремонт дома. Нам предложили модернизацию жилищного хозяйства. Это значит, весь объем посчитает в деньгах. И повисим на наши плечи лет на 15. Вот и вся радость. Стоит отметить, что в Уральске насчитывается порядка 40 аварийных домов. Единственная возможность людей переселиться – это признание здания аварийным и участие в программе «Ветхое жилье». Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабрев, ТДК-42.